Иеремия 17,7 Главным условием успеха является доверие Богу. Он дает мне победу, силы и помазание, завершить начатое, когда я доверяю Ему. Смотрите, какая связь. Доверие Богу служит мне источником силы, дает все необходимое для победы. В расширенном переводе написано, что они полагались на Него. А кто служит вам опорой? Да, я понимаю, что Бог — моя опора, но, возможно, и не Он один. Возможно, есть что-то, в чем вы предпочитаете полагаться на кого-то другого. Итак, Он дает вам силу. А кто из вас хочет получить благословение? Верный способ — доверяйте Богу. Наши родители часто говорили нам, доверяй Богу. А как? Мы все слышали эту фразу «доверяй Богу». Мы должны, наконец, это понять, но не просто понять, а развить это состояние настолько, чтобы следствием доверия стало благословением. В Библии сказано, что мы вправе на это рассчитывать. Если я доверяю Богу, я буду благословлен. Я ожидаю получить благословение как результат моего доверия Богу. Я не жду, что если я доверяю Богу, все кончится плохо. Что если я доверяю Богу, у меня не будет денег. Если я доверяю Богу, я буду благословлен. Давайте с верой скажем, я благословлен, потому что я доверяю Богу. Еще раз, я благословлен, потому что я доверяю Богу. Следующим шагом станет попытка оценить то, насколько я доверяю Богу. Присмотритесь, подумайте о своей жизни. Что вам мешает, что способно выбить вас из кольи, расстроить? Я доверяю Богу. Доверие — это верный путь к подлинной свободе. Доверие помогает нам пережить подлинное торжество и в полной мере насладиться победой во всех сферах жизни. Послушайте, среди всего, что с вами происходит, многое пытается подорвать ваше доверие Богу. Но доверие — это верный путь к настоящей победе. Давайте откроем 33-й псалом. 33-й псалом. Интересное чувство, когда приходишь в церковь, слушаешь проповедь, это просто взрывает мозги, и потом выходишь из церкви в таком кураже. 33-й псалом. С 9-го стиха. Давайте прочитаем. 9-й стих. Здесь сказано. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Видите? «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вы многое попробовали на вкус. Вы всегда отдавали дань традиции. «Вкусите и увидите, как благ Господь». И далее говорится. «А вы знаете, что блажен человек, который уповает на Него?» Тому, кто доверяет Богу. Он дает силу приобретать богатство. Дальше. 23-й стих. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». «Избавит Господь душу рабов своих». Послушайте расширенный перевод. «Господь спасает жизнь своих детей, и никто из тех, кто обрел в Нем убежище и надеется на Него, не будет осужден и признан виновным». Дорогие, если мы доверяем Богу, Он, видя наше доверие, говорит, «Я вас не подведу». Вы доверились Мне, возможно, испробовав перед этим много других способов и даже добились определенных результатов. Но теперь доверьтесь Мне, и Я дам вам силу и подкреплю вас. Если вы уповаете на Него, доверили Ему свою семью, своих детей, то в Библии ясно сказано, «Тот, кто доверяет Богу, не будет осужден». Бог говорит, что тот, кто обрел в Нем убежище и надеется на Него, не будет осужден и признан виновным. Этого не случится. Вас никто не сможет обвинить. Понимаете? Тот не будет осужден и признан виновным. Давайте откроем шестую главу Матфея. Итак, мы видим, что мы благословлены, и нас никто не может осудить и признать виновными. Матфея, шестая глава, 31 стих. Это слова Иисуса. Смотрите, что Он говорит. 31 стих. «Кто нашел, скажите «Аминь». Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». В расширенном переводе мы читаем, «Поэтому не волнуйтесь и не тревожьтесь о том, что вы будете есть, что пить и что носить». Бог говорит, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Не думайте об этом. Не надо волноваться. Послушайте внимательно. Получается, единственный способ избежать волнения — это довериться Богу. Гоните от себя тревожные мысли в тот момент, когда такие мысли приходят. Помните, время, которое вы на них потратите, позволяя им докучать вам, покажет, насколько вы доверяете Богу. Подумайте об этом. Если я доверяю Богу, я не буду волноваться. Если я доверяю Богу, я не буду об этом думать. «Я доверяю Богу». Когда все вокруг рушится, нужно уметь оставаться в мире. Аминь. Единственный способ не бояться за свою жизнь — это довериться Богу. Скажите, «Я доверяю Богу». Многие люди поклоняются Богу, много жертвуют в церковь, но при этом в их жизни нет радости, нет Божьих благословений. В чем же дело? Казалось бы, они жертвуют свои деньги, время, они много делают. При этом такое ощущение, что благословение Божье обходит их стороной. В чем дело? Они не доверяют Богу свои нужды и продолжают мучиться. Хотя они многое делают для церкви, для Бога, они не доверяют Ему свои нужды. Кажется, что они уповают на что угодно, только не на Бога. А если вы не доверяете Богу, это своего рода гордость, потому что вы полагаетесь на свои способности больше, чем на Бога. В таком случае вы можете сколько угодно жертвовать и делать все, что угодно, но лучше бы вам положиться на Него, опереться на Него, надеяться на Него. Так что не стоит отчаиваться и ждать чьей-то помощи. Не ждите, что банк что-то для вас сделает. Верьте, что Бог это сделает. Как я и говорил, многие люди верят Богу, и лишь немногие доверяют Ему, и поэтому продолжают мучиться. Они уповают на пособие, на соцпакет, на большого брата и тому подобное. Пришло время положиться на Бога. Я очень осторожен с тем, чтобы моя семья не воспринимала меня как источник. Вы ведь не хотите, чтобы они видели в вас источник. Ваша цель сделать так, чтобы они доверяли Богу больше, чем вам. Некоторые готовы для вас сделать все, только потому, что у вас есть деньги. Нет, я хочу доверять Богу. Хочу полагаться на Него, потому что не получит человек благословение до тех пор, пока не научится полагаться на Бога. Давайте быстренько откроем 17 главу Иеремии. Иеремии, 17 глава. Я хочу, чтобы вы это поняли, и буду говорить об этом, пока не увижу, что вы действительно это поняли. Иеремии, 17 глава, 5 стих. Иеремии, 17 глава, 5 стих. Иеремии, 17 глава, 5 стих. Здесь сказано, «Так говорит Господь, проклят». Кто нашел, скажите «Аминь». «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». В расширенном переводе написано, «Так говорит Господь, проклят злом великим, муж сильный, который полагается и уповает на немощного человека, делая слабую человеческую плоть своей опорой, чьи разум и сердце отвратились от Господа». Мы уже знаем, что проклятие — это противоположное благословению. Благословение — это способность добиться успеха в любой сфере жизни. Проклятие — это когда вас преследуют неудачи. Ничего не выходит. Ничего не получается. Смотрите, что происходит. Мы знаем, если мы полагаемся на Бога, доверяем Ему, мы благословлены. Но когда мы полагаемся и уповаем на человека, когда мы опираемся на то, что противопоставляет себя Богу, что противоречит Богу, когда мы полагаемся на свои собственные идеи, поступая по примеру этого мира, Божья реакция незамедлительна за то, что ты доверился этому миру и сделал своей опорой немощную плоть, тебя постигнет неудача. Оно и понятно. Представьте, Бог говорит, «Вот я, я творец всего, я Альфа и Омега, я дал тебе силу приобретать богатство, чтобы ты мог исполнить мою волю. Я столько раз делал тебе добро, а ты до сих пор так ничего и не понял и продолжаешь рассчитывать на свои силы. Вместо того, чтобы положиться на меня, ты сделал свои опоры, свои идеи и силы, а не мою руку». Бог говорит за то, что в какой-то момент ты решил положиться на человека, «Когда ты больше доверял себе и отвратил от меня свое сердце, ты запустил механизм проклятия». Отказавшись принимать благословение, ты обрек себя на проклятие. Вы скажете, «Ну, не знаю, может, обойдется». Но если проследить жизнь человека вплоть до момента падения, вы увидите, что кажущийся успех повлек за собой неудачу. Не забывайте, чем выше поднялся, тем больнее падать. Однажды я слушал проповедь, которая называлась «Почему падают кубики?» Одна из причин, потому что стоят неровно. А из-за того, что они стоят криво, как попало, они падают. Вторая причина «Слишком высоко и слишком быстро». Да, надо же такое придумать. Не помню, было ли там хоть одно местописание, но это лучшая проповедь из тех, что я когда-либо слышал. «Слишком высоко и слишком быстро». И вот это была проповедь. Поймите, что иногда мы настолько возвышаемся в собственной гордости, что потом больно падать. Не знаю, как вы, а я благодарен Богу за каждое благо, которое Он мне дает. Бог — источник всех благ. Всякий раз, когда приходит что-то хорошее, я говорю «Спасибо, Иисус! Аллилуйя!» А когда мне нужно что-то хорошее, я иду к своему благому Отцу. И уповаю на Него. Он продолжает меня учить. Я понял, что могу оставаться в покое, доверяя Ему. Потому что если я доверился Ему, и что-то пошло не так, должно быть, у Него есть идея получше. Или я что-то сделал не так. Но когда вы научитесь опираться на Бога, полагаться на Него, доверитесь Ему, индикатором доверия станет внутреннее спокойствие. Вы успокоитесь от трудов своих, и у вас наступит такое состояние, когда вы будете себе удивляться и спрашивать себя, «И почему меня это не волнует?» Да потому что вы перестали уповать на собственные силы. Послушайте, когда Бог призывает вас к чему-либо, вы, наверное, замечали, что то, к чему Он вас призывает, как правило, вам не по силам. Почему? Потому что Он не хочет, чтобы вы полагались на свои силы, любуясь тем, как легко и непринужденно у вас все получается, зная, что с вашим образованием и опытом вы и сами справитесь. А Бог требует от вас невозможного. А когда вы говорите, «Господи, у меня не получается», вам не остается ничего другого, кроме как довериться Ему. А представьте, каково было Ною. Надо снять мерку со слона, а потом измерить рост жирафа. Господи, на тебя все надежды. Не подскажешь, как это сделать. Аллилуйя! На протяжении ста лет он учился доверять Богу. Не дайте из-за простоты моей проповеди пройти мимо ваших ушей. Это очень важно. Поэтому, послушав об этом и придя домой, посмотрите, «Ага, вот здесь я не доверяю Богу». А потом потихоньку начните доверять Ему эти сферы вашей жизни. Исповедуйте. Скажите, «Я доверяю Богу». Все будет хорошо, я это знаю. Аллилуйя! Но беритесь смелости и скажите кому-нибудь, «Я доверяю Богу». Аллилуйя! Когда вас спросят, как ваши дети, скажите, «Я доверяю Богу». Что это значит? То и значит, «Я доверил их Богу». Вы как хотите, а я полагаюсь на Бога. Мы часто говорим, что любим Его, при этом не знаем, как доверять Ему. Часто мы демонстрируем показное доверие. Должен сказать, что этому нужно учиться. Это требует времени. И уж точно для этого мало просто послушать проповедь. Это прежде всего ваше решение. И чем больше вы это делаете, тем лучше у вас получается. Пока однажды это не войдет в привычку, когда что бы там ни было, вы автоматически, по привычке доверяете Богу. Иногда полезно оглядываться назад, оглядываться на прошлые победы, на то, что Бог уже для вас сделал. Я часто говорю, «Не забывайте добрые дела». Обернитесь, вспомните, что Бог для вас сделал, как укрепил вашу веру. Вспомните Его слова, возьмите это за основу и скажите, «А знаешь, каким бы ужасным все ни казалось, Бог провел меня через это». И помните, трудные времена имеют срок годности, не вечно им продолжаться. Понимаете? Даже когда трудно, помните, это пройдет. Все плохое позади. Лучшее впереди. Это пройдет. Доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу. 124 Псалом. Слава Богу. Слава Богу. Не знаю, как вы, а я хочу увидеть Его славу. Аллилуйя. Увидеть, как облако славы наполнит это место, чтобы на вопрос, «Это дым-машина?» ответить, «Да она уже три месяца, как не работает». «Да ну!» Правда, правда. Друзья, я хочу увидеть Его славу. 124 Псалом. С первого по третий стих. «Надеющийся на Господа, как гора Сион». Смотрите. «Когда я доверяю Богу, Он уподобляет меня горе». Послушайте. «Надеющийся на Господа будет как гора». «Как это? Как я могу стать горой? Я же человек». Смотрите, что дальше. «Не подвигнется, пребывает вовек». Ну, теперь все ясно. Когда я доверяю Богу, меня не сдвинуть. Обстоятельства меня не сдвинут. Плохие новости меня не сдвинут. Чувства не поколеблют. Угрозы меня не испугают. Почему? Потому что гору не свернешь. В жизни возникают разные ситуации, направленные на то, чтобы поколебать ваше доверие Богу. То и дело происходит что-то, из-за чего вы расстраиваетесь и думаете, что тщетно ваше упование на Бога. Вам нужно напомнить себе. «Я как гора Сион». Возможно, люди вас не поймут, но вы-то знаете, что это значит. Меня не поколебать. Аллилуйя. «Я как гора. Я выстою. Что бы ни было, меня не свернуть. Я доверяю Богу». «Ну, хорошо. А что, если одолевают сомнения? Ну и что? Я доверяю Богу. Я буду Ему доверять». Послушайте, если у вас хватит смелости стоять на своем посреди шторма, доверяя Богу, не колеблясь, вы знаете, что для этого достаточно избавиться от общения с некоторыми людьми. Часто мы реагируем на их рассуждения, потому что боимся общественного мнения. Но если вы освободитесь от мысли, «А что обо мне подумают?», то Бог сможет отправить вас к людям, и вы сумеете помочь им. Но прежде научитесь доверять Богу. Давайте вместе скажем, «Я как гора Сион. Я не поколеблюсь. Слава Богу! Я не поколеблюсь». Далью он говорит, «Горы — окрест Иерусалима, а Господь — окрест народа своего отныне и вовек». В продолжении своих слов он говорит, «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию». В расширенном переводе сказано, «Ибо не вечно жезлу неправедному править в земле тех, кто утвердился в праведности, дабы праведники, Божий народ, не простерли руки своей к беззаконию и отступничеству». Друзья, когда мы принимаем решение доверять Богу, от этого мы только выигрываем. Что бы ни придумывали против вас люди в миру, все напрасно, потому что гору не свернешь. Вас окружают горы. Аллилуйя, слава Богу! Благословение Божье приходит на вас, потому что вы уповаете на Бога. Скажите, «Я уповаю на Бога». Посему я благословлен. Хорошо, послушайте. Если вы хотите достичь истинного процветания, вы должны проникнуться доверием к Богу. Если вы хотите пережить настоящий успех, вы должны испытать чудо доверия Ему. Если вы хотите постичь истинный смысл настоящего величия и успеха, вы должны научиться доверять Богу. Дальше. Давайте откроем Марка, 10 главу. Прежде чем мы продолжим, я хочу вам кое-что показать. Марка, 10 глава, 17 стих. «Я доверяю Богу». Господи, Ты — наше упование. Мы доверяем Тебе наши финансы, наши дома, наши семьи. Слава Богу! Женщины, доверьте своих мужей Богу. Мужчины, доверьте своих жен Богу. Доверьте ее Богу. Зачем вам лишние заботы? Боже, я доверяю Тебе. Я доверяю Тебе. И пусть все видится в черном свете. Неважно, что я вижу. Доверяю Тебе. Попробуйте. Когда рядом никого нет, скажите, «Господи, я доверяю Тебе». Аллилуйя, я доверяю Тебе. И пусть они делают, что хотят. Пусть говорят, что считают нужным. Неважно. А я доверяю Тебе. Поверьте, это поможет вам еще больше утвердиться в своем уповании на Господа. Аминь. И никто у вас этого не отнимет. Итак, смотрите, Марка 10, 17. Вам знакома эта история? Марка 10, 17. Прошу прощения. Да. Марка 10, 17. История богатого юноши. Прочитаем с 17 по 25 стих. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжи, свидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье». Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье». Это история человека, который упованию на Бога предпочел деньги. Ничего хорошего из этого не выйдет. Жди беды. Когда вы уповаете на что-то помимо Бога, вы полагаетесь на идола. Идола поклонства заменяет вам веру в Бога. Когда вместо того, чтобы положиться на Бога, довериться Ему, опереться на Него, мы надеемся на идола. Мы полагаемся и уповаем на что угодно, только не на Бога. Этот молодой человек был опечален. Ему стало грустно, потому что он больше полагался на свое материальное благополучие, нежели на Бога. Друзья, спросите себя, чему я доверяю больше Бога? Никакие деньги не заменят надежду на Бога. Ваша работа не оправдает ваших надежд. Все, что нажито, непосильным трудом, не оправдает ваших надежд. Работа сегодня есть, а завтра нет. Деньги приходят и уходят. Вещи имеют свойство ломаться. Доверяя Богу, вы будете благословлены. Но когда вместо Бога занимают деньги, работа, это верный путь к падению. А кому или чему доверяете вы? Можете ли вы сказать, что доверяете Ему, полагаетесь на Него, уповаете на Него? А как насчет того, чтобы опробовать это на себе, так сказать, на практике, на деле? Пришло время довериться Богу и принять благословение. Дальше. Среди прочего есть еще одно, на что мы с такой легкостью полагаемся, и вы знаете, что это не хуже меня. Это деньги. Мы с такой легкостью на них уповаем. Мы так к ним привязаны. Бог не благословит таких людей, потому что это навредит им. Как только вы полагаетесь на свои деньги, Бог забирает их настолько, что вам не остается ничего, кроме как доверить свое пропитание Богу. Когда деньги подменяют Бога, жди беды. В этот момент вы лишаетесь благословения, потому что доверились чему-то помимо Бога. А кому или чему доверяете вы? Давайте откроем притчи 11, 28. Притчи 11, 28. Двадцать восьмой стих. Здесь сказано. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Он, надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Тот, кто полагается, уповает и надеется на свое богатство, упадет. Тот же, кто утвердился, в праведности будет, как цветущая ветвь». Друзья, Бог и только Бог — наша единственная надежда. Когда деньги определяют ваше настроение, это говорит о том, кому вы доверяете. Есть деньги — все хорошо. Нет денег — все плохо. Ваше спокойствие зависит от того, есть у вас деньги или нет. Это нездоровая зависимость. Откройте 1 Тимофею 6 главу. Мы часто это путаем. Я говорю, что нельзя полагаться на деньги. Это не значит, что их нельзя иметь. Понимаете, неправильно считать, что любой, у кого есть деньги, неправ по сути. Нет, можно их иметь, но не надо на них полагаться. Понимаете, о чем речь? Не ставьте их на место Бога. Мы не служим деньгам. 1 Тимофею 6, 17 Прочитаем 10 и 17 стих. В 10 стихе сказано, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Смотрите, Павел пишет, что сребролюбие — это привязанность к деньгам. Он называет такого рода зависимость от любого рода материальных благ корнем всех зол. Он не говорит, что деньги — это зло. Называя привязанность к деньгам, зависимость от них, корнем всех зол. Дальше. 17 стих. Богатых в настоящем веке вывещавай, чтобы они, во-первых, невысоко думали о себе, и второе, уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого. Он пишет, что мы должны уповать не на богатство неверное, а на Бога Живого. Надеяться не на деньги, а на Бога, дающего нам все обильно для наслаждения. Другими словами, когда я доверяю Ему, Он дает мне благословение. В этот момент Он дает нам все обильно для наслаждения. Доверяясь вещам, вы лишаетесь благословения. Уповай на Бога. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Дальше. Деньги не дают уверенности в будущем. Не полагайтесь на них. Не надейтесь на них. Не завистье от них. Лучший способ показать, что я не завишу от денег, это отдать их. Что вы так на меня смотрите? Или так? А еще вот так. Это верный признак того, что я от них не завишу. Вот почему люди не приносят десятину, не жертвуют. Они зависят от своих денег. И эта зависимость мешает вам их отдать. Если я доверяю Богу, Он дает мне все обильно для наслаждения. И чем больше я Ему доверяю, тем больше Он благословляет меня. Но мне этого не понять, если я завишу от своих денег. Как правило, большинство из нас считает, что меня это не касается. Вы будете удивлены, узнав, насколько оказывается проблема материальной зависимости касается каждого из нас. Это очень просто. Никогда не забуду того дня, когда я узнал о своей зависимости. Помню однажды, во время сбора пожертвований, Господь побудил меня отдать 10 тысяч долларов. Я тут же принялся связывать дьявола. Я сказал, «Дьявол, я связываю тебя во имя Иисуса». В то же время я прекрасно понимал, что если я этого не сделаю, то очевидно, что вместо того, чтобы служить Богу своими деньгами, я служу деньгам. Вы скажете, «Ну, одно дело говорить». Я не хочу на небесах узнать последствия, что оказывается у меня была зависимость от денег. И всякий раз мне было страшно с ними расставаться, потому что я надеялся на них больше, чем на Бога. Как говорит брат Копланд, «Деньги надо тратить». Моя жена говорит, «О, да, аминь». Но он абсолютно прав. Деньги надо тратить. На них не надо полагаться. Полагаясь на что-то или на кого-то, понимаете, о чем я? Помимо Бога. Бог на первом месте. Мы должны поставить Бога на первое место. Нельзя ставить творение выше Творца. В прошлом люди часто допускали эту ошибку. Они ставили творение выше Творца. Так поступают предатели. Вы полагаетесь на свою машину, дом, работу, деньги больше, чем на Бога. Интересно, что мы коснулись этой темы, потому что я верю, что нас ожидает сверхъестественное умножение. Главное не забывать источник богатства. Не забывайте, откуда что берется. Когда придет благословение, не торопитесь списывать Бога со счетов. Благословение пришло, когда вы доверились Богу. Ваша задача — довериться Богу и спокойно спать. О, Иисус! Если это мешает вам спать, доверьтесь Богу и идите спать. Когда утром вы проснетесь и поймете, что это не помешало вам хорошенько выспаться, это хороший знак, что вы доверились Богу. Я доверяю Богу. Давайте скажем, я доверяю Богу. Давайте откроем 111-й Псалом. Здесь описан праведник, человек, которого Бог благословил. Псалом 111. Замечу, что ключом к благословению в их жизни стало их доверие Богу. Так же будет и в нашей жизни, если мы доверимся Ему. Доверие Богу и есть ключ. Итак, Псалом 111, с первого стиха. «Блажен муж, боящийся, иначе чтущий, почитающий, Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семи Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет, иначе разумение, познание правым. Благо он, милосерд и праведен. Добрый человек милует и займы дает. Он даст твердость словам своим на суде. То есть ведет дело благоразумно, поступает справедливо. Очень важно во всем поступать благоразумно и справедливо. Читаем дальше. «Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Он тверд в своем уповании. Его не свернуть. Если я доверяю Богу, я как гора Сион. Меня не свернуть. Человека с твердым сердцем, который доверяет Богу, ничем не свернешь. Я доверяю Богу, и все тут». Смотрите дальше. «Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрыжещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет». Основанием вашей уверенности служит доверие Богу. Вы непреклонны и полны уверенности. Вы полагаетесь на Бога, доверяете Ему. Как следствие, вы уверены в том, что сказал Бог, что написано в Его Слове. И вы опираетесь на то, что Он сказал в Своем Слове. Дальше, послушайте. Обязательно найдутся те, кто... Чем ближе конец, вы должны понимать, что вы здесь сегодня, вы слушаете Божье Слово, покупаете диски, читаете Библию, ходите в церковь. Вы каждый раз приходите, потому что осознаете истинную ценность Его Слова. Для вас это важно. Кто из вас понимает важность Божьего Слова? Для нас это важно. Точно так же, как пища. Для нас это важно. В то же время, есть люди, для кого это не важно. Понимаете? В нашем окружении есть люди, для кого Библия не имеет такой важности, как для нас с вами. Понимаете? Я хочу, чтобы вы что-то поняли. Понимая это, мы ценим Слово. Ценим проповедь Слова. Мы понимаем, насколько это важно. Глядя на себя, мы думаем, где бы я был сейчас, если бы не услышал проповедь? Если бы я тогда чего-то не понял, если бы я об этом не прочитал? Если бы это не обрело для меня совершенно иной смысл? Где бы я был, если бы не Слово? А в Библии сказано, что Слово есть Дух. Таким образом, когда вы уважаете меня как пастора, как следствие, вы уважаете то Слово, которое я проповедую. Аминь. Так что, если для вас важно то, что я делаю, тогда любите меня и молитесь за меня, потому что мы так тщательно следим за своим телом, забывая о том, что человек — это не только внешняя оболочка, это прежде всего Дух. Поэтому я пришел к выводу, что моя работа, пожалуй, почти самая важная на Земле, даже важнее, чем у президента. Молодцы! Вы хлопаете, потому что понимаете ее важность. В то же время, тот, кто не ценит Евангелие, с этим не согласен. Он не думает, что это самая важная работа. И уж точно не будет хлопать, потому что не ценит этого. Теперь я понимаю, почему люди так ненавидят преуспевающих, успешных пасторов. Они не столько ненавидят пастора, хотя и его тоже, сколько проповедь Евангелия. Понимаете, о чем речь? Они ненавидят, когда Евангелие проповедуется. Поэтому те проповедники, настоящие, которые проповедуют Евангелие, будут постоянно сталкиваться с оппозицией, всегда найдется кто-то, кому это не понравится. Вы знаете, в Библии я никогда не понимал, не понимал, почему Бог так сказал. Но в Библии сказано, «Верьте Господу Богу вашему». Это понятно. И дальше он говорит, «Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Для начала убедитесь, что этот человек действительно следует за Богом. Я встречал людей, которые в стремлении воздать честь человеку, Божьему, бесчестили Бога. Бог в центре внимания. Что бы ни было, Он всегда во главе угла. Поймите, мне кажется, теперь я понял, чем живет этот мир. Они не понимают ценности Евангелия. Они не ценят того, что мы говорим, во что верим, чем живем. Нам пора перестать прислушиваться к мнению тех, кто не разделяет наши ценности. Мы пытаемся получить интересующую информацию человека, который не разделяет наши ценности. Как следствие, это засоряет мой разум. И впоследствии мы перестаем ценить проповедь Евангелия, как раньше. Против чего это направлено? Против вашего упования. Против вашего упования. Слава Богу, что однажды мы все предстанем перед Богом. И тогда вы поймете, почему Бог говорит, что тем, кто проповедует Евангелие, следует воздать сугубую честь. Вдвойне воздать за тот труд, который мир не ценит, но который. Однажды я и сам чуть было не поверил, что то, что я делаю, ничего не значит. Чуть было не поверил. Я сказал, нет, я не буду их слушать. Они сами не знают, что говорят. Это очередная атака. Твердое сердце, которое доверяет Богу, утверждено в Боге, утверждено в Его Слове. Если вы хотите научиться доверять Богу так, как я говорю, вы должны научиться следить за тем, что вы принимаете. будьте внимательны с тем, что вы смотрите, кого слушаете. Слушайте, я говорил это брату Копланду. Я постоянно говорю это тем, кто мне дорог. Защищайте свою церковь. Аминь. Защищайте свою церковь. Когда я слышу, как кто-то говорит что-то против моих близких, я говорю, а ну-ка замолчи, ты лживый дьявол. Потому что это подрывает мое доверие. Но как только я начинаю об этом думать, прокручивать у себя в голове, слушаю это, соглашаюсь с этим, общаюсь с теми, кто сеет эти слова, знаете, что бывает, когда вы отходите со света и попадаете в темноту. Темнота принимает форму света. Вы в темноте, но вам кажется, что вы во свете, но вы в темноте. Понимаете? Но вы этого не замечаете, пока не встретите кого-то, кто во свете, и только тогда поймете, в какой вы тьме. Слава Богу, что мы во свете. Слава Богу, что бы ни случилось, мы можем быть во свете. Мое сердце твердо в упреки. В мире наступает такой момент, когда они решительно заявят, что Бога нет. Это продолжается уже много лет. Они сеют сомнения, осуждения и только того и ждут, чтобы сказать, Бога нет. Не сомневаюсь, что уже говорят. Но мы-то с вами знаем, что Бог есть. Вы скажете, откуда ты знаешь? А вот откуда. Во-первых, это написано в Библии. Во-вторых, я всю жизнь с Ним живу. Я знаю, что Бог есть, потому что сам это пережил. Я общаюсь с Ним. Он говорит со мной. Вы не ослышались? Я знаю, что Бог есть. Я не думаю, что Он есть. Я в этом уверен. К чему все идет? Все сводится к тому, что мир все делает для того, чтобы выставить нас немощными, глупыми. Все делается для того, чтобы убедить нас, что с нами что-то не то. Если мы верим в Бога и читаем Библию, когда образование становится выше веры. Образование-то хорошо, но оно не спасает. Если только оно не учит спасения. Вы меня слышите. Я говорю со всеми этими людьми, я вижу, что творится, и думаю, я не хочу быть таким. Я лучше вернусь к простым истинам Евангелия. К тому, благодаря чему мы к этому пришли. Я лучше буду доверять Богу. Все будет хорошо. И пусть у меня мало знаний, я знаю только то, что доверяю Богу. И вместо того, чтобы волноваться, а давай-ка лучше поедим. Перестань. Успокойся. Все будет хорошо. Аллилуйя. Подними-ка ручки и давай помолимся. Нет, не вы. Так говорила моя бабушка. Верь Богу, малыш, все будет хорошо. Да, они поступили плохо, но все будет хорошо. Когда-то и ты делал так же. Да, да, аминь. Все будет хорошо. Только верь Богу. Доверься Ему. Ему можно доверять. И я буду это делать. Аллилуйя. Потому что я хочу увидеть Его славу. Понимаете? А когда Его слава придет, с этим не поспоришь. Когда растут руки и ноги, с этим не поспоришь. Когда вокруг ничего не видно из-за облака, с этим не поспоришь. Вот оно, облако. А что вы скажете, когда, придя после церкви к врачу, узнаете, что по непонятной причине он не находит у вас никаких отклонений. На небесах есть целый склад запчастей. Слава Богу. Слава Богу. И там в достатке и новых сердец, и новых легких. Наступит день, когда придя в церковь, вы увидите, что мы лежим на полу, плачем и славим Бога. И надо бы проповедовать, я не могу, потому что Божья слава наполнила это место. И теперь я решу, что всякий раз, когда я проповедую, я буду просить Бога, яви мне свою славу. Я верю тебе. Господи, я доверяю тебе. Над вами будут смеяться. Будьте уверены. Даже не сомневайтесь. Это направлено против вашего упования, потому что, послушайте, если он сумеет поколебать ваше упование, он отнимет у вас благословение. Его мишенью всегда было благословение. Как не допустить благословения в их жизнь? Поколебать доверие. Я молился, они все равно умерли, но вы не в ответе за их смерть. Им самим придется отвечать за свою веру. Они приняли решение, и с этим ничего не поделаешь. Я не заставлю их это сделать. А как же дар, который не был использован? Ну, не знаю. Бог дает человеку дары, и не жалеет об этом. И только он один может их активировать. Вы сами не можете этого сделать. Вы можете иметь дар. Такие духовные дары, как слово знания, исцеление, чудотворение, но они действуют, когда того захочет Божий Дух. Аминь. Так что у вас нет причин не доверять Богу. Нет, ты не понимаешь. Я целый день молился, впервые за 30 лет, и Господь не ответил на мою молитву. Я, наверное, больше в церковь не приду. Мне так тяжело. Послушай, всем тяжело? Бывало, смотришь на тех, кто говорит, «Как им тяжело!» Но погоди, я скажу тебе, кому не тяжело? Тем, кто доверяет Богу. Тем, кто проходит то же самое, что и ты, с одной лишь разницей. Он решил довериться Богу. Отдать Ему свои заботы, потому что Бог печется о нас. Аллилуйя. Друзья, я доверяю Богу. Я решил, я буду доверять Богу. Я на Его стороне. Понимаете? Я доверяю Богу. Пастор, ну не знаю, ну никак дом не можем продать. Доверяй Богу. Все будет хорошо. Может, не зря все это. Я помню, как доктор Лейтон тоже все никак не мог продать свой дом. А потом оказалось, что у него там нефтяное месторождение. Как он благодарил Бога, что не продал его тогда? Я доверяю Богу. Я знаю, что так или иначе все будет хорошо. А может быть, через это Он меняет меня. Возможно, как раз поэтому я еще и не получил ответ. Потому что Он что-то убирает. Он что-то во мне меняет. послушайте, я не прочь стать лучше. Но я должен довериться Богу посреди этого. И не сомневаться. Помните, что Бог сказал? Он сказал, «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник». И вот что я вам скажу. Все, что мы только что прочли, не знаю, может, это и глупо, но я действительно в это верю. Я верю, что если Он сказал говорить, «Господь мне помощник», значит, надо не жаловаться, а говорить, «Господь мне помощник». «Господь мне помощник». Должен сказать, что теперь, когда у меня просят совета в той или иной ситуации, мне становится искренне жаль этого человека. Он просто не знает, чего ждать. «Господь мне помощник». Делайте со мной, что хотите. «Господь мне помощник». За меня Сам и Югова. Яхве. Всевышний. Выше никого нет. Он выше ваших обстоятельств, выше вашей ситуации, выше недостатка, выше всего, что вас ждет. И я доверяю Ему. Я доверяю Ему. Доверяю Ему. Иногда приходится вести с собой монолог. В Библии сказано, «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». Это нормально. Вы не сошли с ума. Об этом написано в Библии. Скажите себе, «Значит, так я этого хочу». Я этого хочу. Но вот если бы только... Нет, не делайте этого. В скором времени у вас будет столько поводов для обиды, как никогда раньше. Мы вас к этому подготовим. Поводы будут появляться на каждом шагу. Всякий раз, когда я говорю себе, «Буду любить», сатана тут же подбрасывает повод для обиды. Как только вы решите, «Я буду любить», даже если никто другой не будет, вас будут обижать. Доверьтесь Богу. Скажите, «Боже, я далек от совершенства». Да и не претендую. Но я всецело доверяюсь Тебе. Я всегда могу довериться Тебе. И Ты не оставишь меня. Как написано, «И не видал праведника оставленным и потомков Его, просящими хлеба». Но придется довериться Богу. Я буду Ему доверять. Я и вас этим накачаю. А кто из вас хочет получить благословение? Верный способ — «Доверяйся Богу». Доверяйте Богу. Наши родители часто говорили нам, «Доверяй Богу». А как? Мы все слышали эту фразу, «Доверяй Богу». Мы должны, наконец, это понять. Но не просто понять, а развить это состояние настолько, чтобы следствием доверия стало благословение. В Библии сказано, что мы вправе на это рассчитывать. Если я доверяю Богу, я буду благословлен. Я ожидаю получить благословение как результат моего доверия Богу. Я не жду, что если я доверяю Богу, все кончится плохо. Что если я доверяю Богу, у меня не будет денег. Если я доверяю Богу, я буду благословлен. Давайте с верой скажем, «Я благословлен, потому что я доверяю Богу». Еще раз, «Я благословлен, потому что я доверяю Богу». Следующим шагом станет попытка оценить то, насколько я доверяю Богу. Присмотритесь, подумайте о своей жизни. Что вам мешает, что способно выбить вас из колеи, расстроить. Я доверяю Богу. Доверие – это верный путь к подлинной свободе. Доверие помогает нам пережить подлинное торжество и в полной мере насладиться победой во всех сферах жизни. Послушайте, среди всего, что с вами происходит, многое пытается подорвать ваше доверие Богу. Но доверие – это верный путь к настоящей победе. Давайте откроем 33-й псалом. 33-й псалом. Интересное чувство, когда приходишь в церковь, слушаешь проповедь, это просто взрывает мозги, и потом выходишь из церкви в таком кураже. 33-й псалом. С 9-го стиха. Давайте прочитаем. 9-й стих. Здесь сказано. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него». Видите? «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вы многое попробовали на вкус. Вы всегда отдавали дань традиции. «Вкусите и увидите, как благ Господь». И далее говорится. «А вы знаете, что блажен человек, который уповает на него. Тому, кто доверяет Богу, он дает силу приобретать богатство». Дальше. 23-й стих. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Избавит Господь душу рабов своих». Послушайте расширенный перевод. «Господь спасает жизнь своих детей, и никто из тех, кто обрел в нем убежище и надеется на него, не будет осужден и признан виновным».